Здравствуйте, дамы и господа! Рад приветствовать вас на вебинаре компании Sky World Community, на которой мы с вами обсудим инновационные экологические технологии, которые принесут революцию в том, как мы живем в наших городах и на природе. Потому что транспортная отрасль это то, что влияет на абсолютно каждого человека. Ведь это связано со всеми, со всеми сферами жизни, и с нашей одеждой, и с нашими приспособлениями, с нашей мебелью, с нашей едой, и с нашим обучением и работой, перемещением. Все это связано именно с транспортом. И это одно из самых актуальных направлений на сегодняшний день, в котором именно компания Sky World Community и технология Анатолия Эдуардовича Юницкого является прорывной, одной из самых-самых полезных и эффективных на обозримом рынке в 21 веке. И это не просто чертежи или это идея. Нет, это конкретная компания, огромнейший проект, который находится на финальной стадии развития. В данный момент мы завершаем 14 этап из 15 этапов развития. Представляете, огромное движение произошло за последних несколько лет, и более 500 тысяч человек объединились вместе с разных уголков планеты, 220 стран и регионов мира. И уже сейчас, так скажем, довели, дофинансировали огромную планетарного масштаба транспортную инфраструктуру, транспортную технологию, которая уже в очень-очень скором времени, так скажем, распространится по всем континентам. Но даже уже сейчас, до завершения 15 этапа, на 14 этапе мы уже строим первые адресные проекты. Потому что та часть технологии, которая уже просертифицирована, она полностью готова к внедрению, и есть ни одна страна, которая следила за этой сертификацией и уже имеет первые контракты и первые работы начаты по адресным проектам струнного транспорта второго уровня. С чем вас и поздравляю! Конечно же, за час у меня не получится передать вам абсолютно всю информацию, поэтому, пожалуйста, занимайтесь и самостоятельным исследованием. Конечно же, заходите на YouTube, в официальные каналы, например, в такие, как Анатолий Юницкий, либо SkyWorld Community International. Там вы сможете найти огромное количество полезной для вас информации с знаниями, как развиваются эти проекты, как они работают, как много пользы они уже принесли и насколько больше ее появится при завершении, при выходе на самофинансирование, то есть при полной сертификации всей технологии. Поэтому итоги 2021 года, конечно же, дадут вам огромное понимание, как в такое непростое время компания и проект, развивающийся таким способом, смог достичь настолько серьезных результатов. Конечно же, там есть еще на его канале около 10 потрясающих видео, которые объясняют в деталях, на простом языке, но даже с формулами, как развивается человечество, его техногенная сфера и транспорт, который нас связывает. Ведь это очень важная сфера, которая действительно касается каждого. Даже если вы не пользуетесь транспортом, его на нашей планете настолько много, что его влияние доходит и до людей, которые на нем не ездят. Ведь мы живем в закрытом пространстве, в нашем транспортном космическом средстве. Планета Земля, которая летит в космосе, так скажем, будучи части нашей Солнечной системы. И это наша безопасная и райская планета, потому что на ней мы действительно можем жить как в раю. Только лишь нужно правильно использовать наше детище, техногенную сферу. И Анатолий Эдуардович рассказывает целиком в своих работах, что сейчас стоит перед всем человечеством. Какой выбор, какая развилка. Ведь мы сейчас действительно можем пойти по разным путям. И один из этих путей — это точка невозврата, до которой буквально несколько поколений. Два-три поколения, и мы тем, как используем в глобальном плане человечество целиком, не какие-то отдельные люди, а целиком. Мы так используем наши технологии, что они расшатают целостность и баланс нашей планеты, что приведет к ужасным катастрофам, которые вы сейчас уже, конечно, наблюдаете. В последние десятилетия их стало на порядок больше вообще в 21 веке, чем, например, в 20. По насыщенности. Поэтому от каждого человека, от его образа жизни зависит, что через десятилетия происходит с местом, где он живет. Там все улучшается, цветет и пахнет, дает плоды и выглядит прекрасно по-живому. Либо наоборот, там нечем дышать, грязное и полное разрушение. И именно, представьте, если каждый человек, сколько у него силы и возможностей за один день даже сделать вокруг себя. А представьте, 8 миллиардов человек. Мы за один день можем очень серьезно подкосить нашу планету, но так же мы ее можем и улучшить. Но, конечно, это, так скажем, локальные части. Здесь же Анатолий Эдуардович говорит о глобальных направлениях. У него есть целая серия разработанных технологий, инновационных, эко-мир, частью которых является транспорт. То есть, струнный транспорт это лишь первый из всех, первая технология, первый проект из всех его, из эко-мира. Но он самый актуальный, он даст действительно очень большую пользу. И, как говорят, он нужен не то, что сегодня, вчера. Он нужен был уже нам 20 или даже 40 лет назад, потому что это бы очень сильно изменило тот мир, в котором мы живем сейчас, в 21 веке. Но перед нами вся информация есть, возможности есть. Интернет объединил всех людей и дал им возможность делать просто потрясающие проекты, технологии и продукты вместе. И Анатолий Эдуардович рассказывает и показывает, так скажем, аргументы выведены опытным путем, в каком сейчас положении человечества и куда оно движется. Так скажем, какие возможности у него есть. И, конечно же, эко-мир, с ним нужно познакомиться. Ведь, когда вы узнаете о транспорте, вы уже удивитесь. Потому что, например, я лет 10, я вот себе представил, думаю, а как я лет 10 бы отнесся назад к тому, что появится новая транспортная отрасль. Наверное, отверг бы эту мысль, если вот так не разбираться. Думаю, ну мы плаваем, летаем, ездим и в космос уже запустились. Что еще? Вот, что еще можно было придумать? Оказывается, действительно, можно пользоваться всеми технологиями, которые у нас есть, и при этом не наносить никакой вред ни себе, ни окружающей среде. Это и называется экологические технологии. И вроде это логично так использовать, но оказалось при исследовании, что очень много технологий, которые в обиходе, в повседневной жизни люди используют для себя, они вредоносны. То есть они несут действительно достаточно большой вредоносный след на нашу экологию, на нас же, на наше питание, на наш воздух. То есть технологии и технологии рознь. И когда я увидел, что предлагает Анатолий Эдуардович, экологический транспорт полностью, новый вид электричества с побочным продуктом гумусом. И вообще сам гумус как технология, то есть делать почву черноземного типа очень плодовитую, которой можно пустыни заселять. Либо вакуумное стекло, как можно сделать действительно с потрясающими характеристиками. Стекло, которое может использоваться вместо стен, так скажем. Либо эко-дома, которые сами себя обеспечивают. Эко-поселения и линейные города. Например, как такой жилой кластер. От двух до десяти тысяч человек. И внутри они живут. И у них есть все. Они отвязаны от всего мира. Независимы, правильно будет сказать. Потому что у них есть полное питание. Электроэнергия экологическая. По технологии Анатолия Эдуардовича. И тепло. То есть по факту везде, где будут развиваться технологии Юницкого, будет все необходимое для человека 21 века. Стоит только поизучать. Заходите, пожалуйста, на сайт юницкай.инженер. Юницкай.инженер. И вы там увидите огромное количество работы, информации, начиная, наверное, с тысяча семидесятых годов. Потому что невероятную работу сделал Анатолий Эдуардович за свою жизнь. Для того, чтобы передать сейчас и развить лучшие технологии. С которыми человек действительно здесь будет. Как в раю, в изобилии и благополучии. Потому что наши компьютеры, наши роботы, наши уже искусственные интеллекты. Все это развито до такой степени, что это может работать на нас и приносить огромную пользу. А сейчас, если мы посмотрим на мир, как-то все немножко однобоко. То есть у нас есть огромное количество помощников, но они как-то не сильно, мы чувствуем их помощь. По факту человек может уже доверять огромную часть рутинной деятельности, опасной деятельности. Именно нашим помощникам, роботам, искусственным интеллектом, программам, полуандроидам и андроидам. То есть таким образом, наш транспорт, например, как автоматическая система, полностью снимет с нас вопрос и человеческого фактора, то есть безопасности. И вообще управление транспортным средством. Ему дали задание направиться в нужную сторону, и он направился в нужную сторону. Мы в течение нашей поездки полностью свободны. Можем наслаждаться тем, что находится за нашим прекрасным окном на высоте птичьего полета. Можем читать, учиться, прикорнуть и отдохнуть, пообщаться с друзьями, либо поработать, сделать звонок. То есть ваше все время перемещения станет свободным. Если учитывать, например, как в крупных городах, если вы из крупного города, вот в мультимиллионниках, например, в Лос-Анджелесе, до 380 часов в год человек может провести за рулем и в пробках. Это просто невероятное количество времени. То есть по факту, даже если половину взять, это целый месяц, целый месяц, 13 месяц в году у человека появится, когда мы начнем тотально пользоваться струнным транспортом. Потому что все то время, что мы будем передвигаться, будет гораздо свободней, точнее полностью свободно. И, конечно же, Анатолий Эдуардович сделал не одну и не 10 работ и сделал на своем YouTube-канале Анатолий Юницкий множество видео, где вы сможете прочувствовать это, увидеть эти технологии, как они помогут. Даже, скажем, как здесь, как струнный транспорт может изменить мир. Его выступление для выставки GITEX, которая проходила в Объединенных Арабских Эмиратах в 2021 году. Там четко, простыми словами, но и даже с формулами понимания, как и куда ведет нас транспорт, те или иные технологии, энергетика, экологическая и неэкологическая. И как наши технологии будут резко поворачивать нашу жизнь в сторону благополучия, в сторону разумного использования. Ведь экология существует именно на нашей планете, то есть в рамках планеты, скажем, за рамками нашей биосферы. Там уже понятия экологии как такового нету, нету нашей живой среды. И получается, что именно экологическая, технологическая ниша может существовать в этой части, потому что она такая же, как мы, живая. Она не будет ухудшать жизнь для биологических существ и будет приносить свою пользу. Сейчас же у нас так много технологий находится вот с момента поверхности Земли до стратосферы. Так много технологий, которые, используя ресурсы, разрушают биосферу, разрушают биологическую жизнь. И такие технологии, вот их как раз нужно убрать, либо не пользоваться вообще, либо вынести их туда, где нету понятия экология. Ну а лучше перевести все технологии в экологический способ. Человек 21 века действительно сейчас может это сделать и достоин получать настолько серьезные, так скажем, технологии, настолько большую возможность жить здорово, чисто и долго, чтобы сделать этот мир как можно лучше, а свою жизнь как можно счастливее. Давайте познакомимся. Меня зовут Артем Курбанов. Я спикер, партнер и инвестор компании Sky World Community. И я всю жизнь искал, как делать этот мир лучше и получал опыт в этой сфере. И когда я направил свой взор на планетарную деятельность, потому что когда ты действуешь локально, проходит какое-то время с момента, как ты оттуда уехал, там потихонечку все сдвигается в, так скажем, обратную сторону, потому что слишком много пространства вокруг, которое живет по-старому. Но если влиять сразу на планетарные вещи, то и планетарным образом будут приходить изменения. И изучая подобные технологии, подобные проекты, я узнал, что люди с появлением интернета начали объединяться и сами, без государств, без крупных корпораций, без банков, объединяться и делать международные проекты. Что-то очень полезное, то, что необходимо именно народу, именно тем, кто будет этим пользоваться. То есть как общественный транспорт для народа. Потому что мы самые главные его потребители, поэтому он должен быть супер безопасный, очень быстрый, с потрясающей логистикой. И что практически ничего не стоило для строительства и эксплуатации. Практически так и есть. Потому что по сравнению со всеми традиционными транспортными отраслями, наш суперэкономичный. И изучив все вот эти аспекты этого проекта, взглянув на остальные, которые были рядом, я понял, что они на абсолютно разных уровнях. И что именно сюда необходимо приложить внимание и время, чтобы понять. А что же это за ученый такой, который создает настолько уникальные решения. И в итоге, уже 6 лет, я продолжаю изучать ту огромную работу, которую в течение всей своей жизни сделал гениальный ученый. И с ним развивает его технологии. Компания Sky World Community. Создали огромное сообщество, где находится уже более полумиллиона человек, которые хочут рая на этой земле. Но они реально смотрят на ситуацию. И они понимают, что инженеры строят наш мир. Экологические технологии необходимы в наших городах. Хочется быть в безопасности там, где мы живем. Дышать свежим воздухом, чтобы земля была чистая и насыщенная, чтобы у нас было хорошее питание. Ну и, конечно же, тотальная безопасность. Максимально ее, чтобы уберечь всю жизнь, которая только возможна, не только человеческую, но и флоры, и фауны, которые нас окружают. Потому что мы неотделимы друг от друга. Наша планета Земля живая. И природа на ней живая. Так же, как и мы. Мы часть ее. Поэтому нам необходимо за ней ухаживать. И этим занимаются технологии. Технологии, которые мы финансируем и развиваем. И это сообщество стало называться Sky World Community. И расширила она свои возможности невероятно сильно. Потому что все основные побуждающие факторы, которые вы видите сейчас на экране, можно улучшить с помощью компании Sky World Community. И именно тем, что вы развиваете, продвигаете инновационные экологические технологии. Поэтому, если вам откликается даже хотя бы один пункт, вы сможете направить те знания, которые сегодня получите и в будущем о Юницком и его технологиях эко мира, в улучшение этого направления. Стоит только поинтересоваться. Устраивайтесь поудобнее, дамы и господа. Ведь перед нами весь мир, и он в наших руках. Ведь 8 миллиардов человек. Мы одна из самых влиятельных сил на нашей планете. И действительно можем менять происходящее на, так скажем, нашем космическом транспортном средстве. Потому что от нас зависит, что происходит с ее воздухом, с ее землей, с ее водой. Ведь мы действительно очень сильно влияем. И я надеюсь, сейчас люди заметили, что происходит с погодой, что происходит с экологией, что происходит с нашей пищей. Особенно те люди, если кто-то, кто сейчас смотрит, кто хорошо работает и знаком с микроскопами, и кто наблюдал нашу землю, нашу пищу сейчас, имеют серьезные аргументы, увидев на то, что слишком, так скажем, негативное влияние человечеством в 21 веке уже нанесено на нашу планету. И в каких-то моментах оно продолжается. Но также и миллионы человек просыпаются и понимают, что от нас зависит, от каждого поколения, в каком мире будут жить наши дети, наши будущие поколения. Ведь наша планета уникальна, она восстанавливается. Есть потрясающие фильмы, как минимум один документальный, я точно помню, что будет, если люди, так скажем, человеческий фактор исчезнет с нашей планеты. Если людей не станет, как поведет себя наша флора и фауна? Она на самом деле в течение 10 лет уже просто невероятно разовьется и усилится. А в течение 100 лет не будет ощущения даже, что приходили люди. Потому что природа, особенно там, где будут какие-то реакторы ядерные, где будет радиация, там природа в 10 раз быстрее, еще быстрее, так скажем, забирает под себя все, что рукотворное человека. То есть от человека многое зависит, в каком мире мы живем. Потому что если мы что-то делаем, представляете, мы меняем целую планету. Но сейчас с помощью интернета появилась возможность изменить эту планету в лучшую сторону. И я говорю не просто об одной какой-то технологии. То, что мы сейчас запускаем, лишь подтвердит и даст крепкую базу для продвижения всех технологий эко-мира. В данный момент мы завершаем первую, самую земную, самую понятную, самую актуальную и полезную на данный момент технологию. Именно струнный транспорт Юнистского. Ну а далее это будут еще и линейные города, эко-поселения, эко-дома, которые сами себя обеспечивают, гумус, электричество, вакуумное стекло, линейные города по всему нашему миру и по экватору, и даже космическая промышленность. То есть огромная сфера деятельности, которой уже увидело научное сообщество. И как сказал один из членов правления компании Skyworld Community, это вопрос времени, когда вручат Нобелевскую премию этому прекрасному ученому. Потому что его работа, то, что он сделал для мира всей своей жизни, это действительно этого достойно. Просто еще не все люди готовы уделить часть своего времени, чтобы окунуться в то, что сделал этот гениальный человек, в то, что он предлагает, и понять, что это на сотни лет вперед действительно технологии. Ну, 21 век, если мы расстроимся по всей планете по технологиям Юницкого, это будет просто прорыв. И уже не так важно будет, что происходило в начале сейчас, потому что сейчас непростые времена. Потому что если мы в ближайших 75 лет будем развиваться по тому направлению, что предлагает Анатолий Эдуардович, мы действительно уже за этот век станем космической цивилизацией, потому что он предлагает жизнеспособные экологические технологии, которые не заберут у человечества, так скажем, ни единой пользы, ни единого блага, а наоборот, даст то, что есть сейчас, улучшит это и даст новое. Стоит только поизучать. Философия Анатолия Юницкого прослеживается во всех его технологиях. Это бережное отношение ко всему живому. Ведь подумайте, человечество это всего один вид живых организмов на нашей планете. Из 12 миллионов живых видов организмов, которые мы знаем. Но получается, что мы самые влиятельные, значит у нас больше всего сил, но если быть разумным и осознанным, значит у нас больше всего ответственности за этот дом. И мы должны следить и принимать такие решения, чтобы при наших пользах и желаниях никто другой не пострадал. Потому что это самое гуманное и разумное движение, так скажем, жить на нашей планете. Ведь вы посмотрите, насколько прекрасна природа во всех ее воплощениях. Ее нужно беречь. Просто вспомните, как хорошо вы себя чувствуете на природе, когда вы выезжаете на море, либо в солнечный лес летним днем. Это же просто потрясающе, что у нас есть возможность быть в живой атмосфере, а не только в комнатах, где одни прямые линии и углы. Наша возможность подходить к природе с разумной точки зрения. Использовать ее возможности, использовать ее методы действия. Например, как передвигаясь, какую аэродинамику необходимо иметь, какую форму. Так, чтобы не сопротивляться. Учитывать нашу живую планету и ее свойства для того, чтобы получать то, что нам необходимо, с максимальной эффективностью и с минимальным вредом. Либо с его отсутствием. И эта установка, она полностью подходит под технологии Анатолия Эдуардовича. Ведь он действительно создает самые оптимальные, эффективные и безопасные решения любых, мне кажется, проблем. Более 150 изобретений, более 20 монографий, несколько грантов ООН. Всю жизнь человек отдал науке, отдал знаниям для того, чтобы понять сначала самому и поделиться со всем миром тем, как успешно и благополучно мы можем жить на нашей прекрасной планете. Unitsky.engineer. Пожалуйста, дамы и господа, заходите на сайт Анатолия Эдуардовича Юницкого, потому что вы увидите там очень много полезного, очень много интересного. И по годам хронология есть, и по темам. То есть вы сможете действительно узнать, что, почему он настолько гениален, почему этот человек в его руках сейчас находится будущее нашей планеты. Потому что я знаю много футуристических, так скажем, инженеров, но чтобы настолько комплексно человек видел всю структуру, как работает наша биология и технология, как это совместить, так чтобы остались только плюсы, не было минусов, и чтобы это дальше развивалось, я не видел никого больше, у кого есть четкий план, как этого достичь. Чего люди хотят через время, это мы слышим все. А как этого достичь, почти никто не предлагает, чтобы это был действительно работающий план. Поэтому, дамы и господа, не зря ему присудили премию мира в 2019 году за все его технологии, не только за транспорт. Но, а если все равно вернуться от всех технологий именно к нашему проекту сейчас, который находится на финальной стадии развития, на финальных, то возможности того, что мы уже создали, потрясающие. Мы имеем огромный, огромный штат, почти в тысячу человек. Мы имеем, так скажем, персонал, который работает на передовом уровне, с новейшим программным обеспечением, с очень мощными компьютерными, мощнейшим железом. И, конечно же, являемся уже топовыми в некоторых отраслях того, что сейчас только начинает набирать обороты. Вот, Анатолий Эдуардович четко и подбирает весь персонал, повышает его квалификацию. И те три завода, которые сейчас уже в нашем совладении, полностью оборудованы под производство и наших трасс, и нашего транспорта, и даже для осуществления некоторых сторонних заказов, как, например, электромобили, которые, так скажем, разработали в России, но не смогли на территории России сделать, и отправили именно к нам, в Белоруссию, для того, чтобы мы их произвели физически. И у нас получилось просто фантастически. Об этом вы можете узнать в итогах 2021 года. В нашем чате есть ссылочки на все видео, которые я вначале говорил, и моя корпоративная почта, чтобы вы могли написать, если вам, у вас будут какие-то вопросы, если вам будет что-то непонятно. Но я бы предложил, конечно, обратиться сначала именно к туда, к тому человеку, или туда, откуда вы узнали о данной встрече, кто вас сюда пригласил. Пишите, пожалуйста, буду очень рад помочь вам, так скажем, те основные побуждающие факторы, которые вы видели, улучшить, как с помощью данной компании SkyWorld Community, с помощью этой деятельности улучшить то, что вас интересует. Возможности для каждого человека, в любой стране, разговаривающей на любом языке, в любое время, в любом месте, с любым другим человеком, на созидательной деятельности создавать и продвигать инновационно-экологические технологии и получать за это вознаграждение без ограничения, соразмеримо своему вкладу, своему труду. В 21 веке, и особенно сейчас, в такое непростое время, это потрясающая компания, которая дает огромную возможность каждому человеку, абсолютно каждому, тем более где угодно. И это очень здорово. И поскольку весь проект уже находится на завершающей стадии развития, в данный момент наша сертификация в большей части уже пройдена. И даже при том, что мы еще не вышли на самофинансирование, то есть после завершения 15 этапа собирается полное финансирование, и объявляется, что все средства собраны, на 15 этап можно сделать все, что было запланировано. Получается, это окончание 15 этапа, больше никакие инвестиции не нужны, потому что компания полностью готова, у них есть уже предзаказы, у них есть мощности, у них есть работники, которые могут сделать уже существующий заказ, получить с этого прибыли и дальше развиваться, то есть все уже работает. Это когда 15 этап завершится. Сейчас мы завершаем 14 этап, но те люди, которые понимают, что же за прорыв предлагает Анатолий Эдуардович, которые понимают, как изменится экономика и эффективность этих стран или городов, из которых наблюдают за сертификацией нашей технологии, уже сейчас пошли первые адресные проекты. Потому что то, что уже просертифицировано, я как говорил, еще 40 лет назад нам нужно было, и было бы сейчас абсолютно другой мир. Так вот, те представители разных стран, которые следили и весь 18-й, 19-й, 20-й, 21-й и 22-й год, и особенно в 22-м году появилось, так скажем, мы участвовали в Экспо 2020, это 21-я, если не ошибаюсь, международная выставка нашей технологии, и более сотни делегаций министров, президентов, даже королей приехало в Арабские Эмираты, чтобы посмотреть на наш транспорт, попробовать его собственным телом и уже прокатиться на, так скажем, вип-транспорте в тропическом исполнении. Все эти люди следили за сертификацией, и как только была возможность уже строить, уже договариваться, делать предпроектные работы по адресным проектам, по существующим технологиям, по существующим сертификатам, они их так и сделали. Именно поэтому у нас уже более четырех проектов. Сейчас вышло Анатолия Юницкого видео, ответы на вопросы, интервью с Анатолием Юницким, буквально в течение этого месяца. Пожалуйста, изучите, там есть полезная и новая информация, но то, что все развивается семимильными шагами, сейчас это 100%. И приятно слышать, что даже до завершения люди готовы работать уже с тем, что есть. То есть, представляете, насколько, как бы, если так подумать, риски высокие для человека, у которого еще проект, так скажем, который сотрудничает с проектом, который еще не завершен. Но с другой стороны, значит, мы показали действительно такой уровень, причем на международном уровне, потому что те, кто сертифицирует нашу технологию, это планетарный уровень, самый высокий. И мы успешно получаем свои сертификаты. Поэтому такое доверие. Поэтому уже первые адресные проекты начали строиться. Значит, не за горами и завершение 15 этапа, и капитализация нашего проекта, и дивиденды для совладельцев от прибыли компании. Потому что, я уверен, в ближайшие пятилетия, главный вопрос будет, как быстрее на каждом континенте построить заводы, чтобы можно было справляться с тем объемом заказов на адресные проекты, которые начнут поступать сейчас уже сразу с предоплатами. Потому что, как только сейчас люди поймут, что транспорт строится, и он настолько эффективен, найдутся средства у всех. Потому что один год, две рядом страны. В одном и построили струнный транспорт, а в другой нет. И дали год им поработать. Экономика в той стране, в которой будет этот транспорт, и уровень жизни, и уровень безопасности, и прочее, прочее, будут настолько выше по сравнению с соседней страной, что не нужно будет никакой рекламы, и никакой лишней информации. Люди выбирают лучше. Был пейджер, появился мобильный телефон. Вопрос достаточно простой. Сейчас никто не хочет поменять обратно на пейджер, потому что у нас в телефоне есть все, и компасы, и видео, и чат. Вон, я сейчас и камера, и микрофон, целая студия. Конечно же, мы выбираем лучшее. Таким образом, как вы думаете, на каком транспорте вы поедете? Который поедет быстрее? Быстрее вас довезет до места, в котором удобней, красивее вид, вы полностью свободны, а он еще и экономичнее для вас оказался. Я думаю, что выбор очевиден. Так, таким образом, мы сможем постепенно перевести нашу планету на действительно лучшую, разумную технологию, лучшую транспортную отрасль, самую разумную по использованию как пространства, так и ресурсов. И, конечно же, без объединения людей это никогда бы не произошло. Потому что именно полмиллиона человек, 500 тысяч объединились с 220 стран и регионов мира для того, чтобы именно у самого этого народа и был новый транспорт. Чтобы все пассажиры в мире, даже там, где сейчас не могут по финансовым причинам, например, либо физическим, геологическим причинам, то есть из-за того, какая там земля, какие перепады, или, не знаю, речки везде, овраги или еще что-то, не могут построить существующие традиционные виды транспортных средств, транспортных трасс. То есть это гораздо дороже, чем струнный транспорт. И мы получаем огромный пассажиропоток, очень-очень высокую скорость, супермобильность и огромную безопасность в любом месте. То есть любая страна себе сможет позволить перевозить своих пассажиров на подобном уникальном транспорте. И тем более, настолько широко Анатолий Эдуардович разработал линейку этого транспорта. Представляете, кто-то от 5 до 10 лет делает один пикап от старта до выхода на рынок. И стоит это от миллиарда до двух. А здесь мы за полмиллиарда, можно сказать, даже, наверное, не до конца этих полмиллиарда, сделали 12 видов транспортных средств. И они в железе, они рабочие. И это что, пикап-то был для существующих дорог, а у нас еще и разные виды дорог. И все это Анатолий Эдуардович умудрился как-то за 7, может быть, чуть больше, с хвостиком лет разработать, создать, произвести в железо, продемонстрировать, испытать, просертифицировать и уже сейчас обрабатывать и начинать адресные проекты. Это невероятно быстро, дамы и господа. И мы видим, что у него есть решение, действительно, хоть для маленьких деревень, где два человека, пассажира надо, и трассы могут стоять тысячи метров, две тысячи метров. В одном из видео, мне кажется, было сказано, до трех тысяч метров в специальном исполнении может быть суперлегкий транспорт. Представляете, даже сейчас 400 метров между промежуточными опорами, овраги, реки, озера, над домом. Этого достаточно, чтобы транспорт шел в любом месте. То есть, представляете, исчезают препятствия для транспортных путей. А это же самое важное, потому что нам транспорт нужен из точки в точку. Нам бы самое идеальное было бы напрямую сделать, но традиционные виды транспорта не все помогают так сделать, а наш струнный транспорт помогает везде так сделать. То есть, самое уникальное и разумное использование передвижения. Ну и, конечно, и там, где несколько сотен или несколько тысяч человек, или там 6-8 мест, юнибус, юникар, там, где у нас уже тысячи, десятки тысяч, или сотни тысяч людей, это могут быть составные транспортные средства, например, по 25 мест, 8 кабин, и на берельсовой ферме подвесной и навесной, например, может идти этот большой состав с 200 пассажирами. Причем пассажиропоток у данной системы очень высокий. Практически такой же, как у метро. А это, можно сказать, самая большая пропускная способность. То есть, Анатолий Эдуардович сделал не какой-то там единичный, ну, по моему мнению, Гиперлуп действительно сможет перевозить какие-то небольшие части населения. То есть, это, там, не знаю, президента из штата в штат. Очень быстро, может быть, можно будет переместить. И то, не знаю, насколько это все-таки безопасно, и насколько это дорогостояще. А с помощью юницкого Анатолия Эдуардовича мы сможем все кататься между странами и городами с потрясающей высокой скоростью. Сначала, как здесь, U-Flash, до 600 км в час, а потом и как в передвижении в фар-вакууме. Анатолий Юницкий представлял это еще 20 лет назад. Передвижение в фар-вакууме до 1500 км в час. 1500 км в час, представляете? Это движение в разреженной среде. То есть, стоит только поинтересоваться тем, чем занимался Анатолий Эдуардович, и что он нам представляет, и вы поймете, что это действительно улучшает качество жизни человека прям на несколько голов. Но, хотелось бы заметить, что кроме нашего полезного дела и спасения планеты, кроме того, что мы даем себе, всему народу абсолютно новые возможности каждый день, везде, так это еще является и одним из самых прибыльных бизнесов. Ведь не только пассажироперевозки есть в транспорте, но и грузоперевозки. А это действительно один из самых прибыльных и самых коррумпированных видов бизнеса. Но, с помощью такой широкой ветки, которую изобрел Анатолий Эдуардович, с помощью тех видов транспортных средств мы сможем решать наши грузовые задачи. И тем самым в 21 век построить более 20 миллионов километров струнных трасс. Потому что они занимают минимум ресурсов планеты и минимум землеотвода, и будут возводиться очень быстро, когда отработается эта технология. Поэтому даже за 21 век есть возможность перенять на себя более 50% транспортного рынка. потому что это просто удобней, экономичней, безопасней и эффективней. Тяжело бороться с такими фактами и аргументами. И то, что мы сейчас успешно проходим сертификацию, именно об этом и говорит. Именно для этого и нужна была сертификация. Доказать, что данная технология соответствует своим характеристикам. И сейчас люди видят. И те, кто сертифицирует, видят, что действительно соответствуют. Потому что раньше многие не могли поверить в эту технологию из-за таких фантастических показателей. А сейчас Анатолий Эдуардович показывает результаты и говорит, а вот здесь вот гораздо выше результат, чем вы говорили. Он говорит, ну я не мог всюду сказать, что здесь вот мы, это будет, например, в 10 раз эффективнее или в 100 раз эффективнее. Мне бы никто не поверил. А я сказал, ну в пол раза, в 2 раза эффективнее. Этого достаточно для того, чтобы этим заниматься. Но уже нету такого скептицизма. Потому что когда говоришь, а это будет в 100 раз эффективнее, тебе никто не верит. А теперь, получая сертификаты, мы видим, что технология действительно по всем направлениям лучше, чем все виды традиционного транспорта. И это тот самый транспорт, который сможет связать все страны и все континенты. Было бы здорово, конечно, у себя в стране сесть в транспортное средство и направиться по путям, так скажем, с переводами на какие-то другие пути, прям в одном виде транспорта, перемещаться между континентами, чтобы это было действительно удобно и быстро. Это будет гораздо быстрее, чем авиация. И гораздо более эффективнее, чем авиация сейчас. Ну а возвращаясь к грузовым перевозкам, конечно же, все жидкие, сыпучие, штучные грузы поможет нам перевозить юнитрак, полуандроид, автоматическая система, минимум человеческого фактора. Все контейнеры, представляете, у нас эра потребления, это перевоз этих грузов, это огромный бизнес, это огромная прибыль, это огромное время, огромные издержки, огромные затраты, за которые кто платит? Конечный потребитель. Мы с вами. А тут народ оптимизирует этот весь процесс, и это станет быстрее, безопасней, экономичней. Мы будем получать свои заказы все, вещи, еще какие-то наши любимые подарки для близких, очень быстро, безопасно, очень дешево. То есть уже существующая сфера, мы придем ей на помощь и возьмем, будем помогать самому дорогостоящему и прибыльному бизнесу. И, конечно же, с той ценой, которую предлагает Анатолий Эдуардович, один доллар за 100 тонн на километр, это просто фантастика. Это невероятная цена для перевозок. И поэтому Анатолий Эдуардович действительно, так скажем, кроме того, что сделает огромную революцию в технологиях, так еще и даст тому народу, который заботится о человечестве, о всем живом и о себе, о своей планете, даст в руки огромный актив дорогостоящего и очень прибыльного бизнеса. Именно грузоперевозки. При том, что это все будет работать в автоматическом режиме, и каждая построенная трасса, каждое разработанное месторождение, куда нельзя сейчас добраться ни на машинах, ни на железных дорогах, не проложить. Но с помощью такого вот Юнитранса мы сможем разрабатывать, так скажем, сумасшедшие просто места, куда нельзя было раньше добраться, а теперь они будут в полном комфорте, в полной безопасности снабжать человечество своими, так скажем, ресурсами. С помощью технологий Юнитского мы сможем обустроить наши города, между городами, сообщения, наши дома, наши даже порты. Порт можно делать не как сейчас, а можно сделать в десятки раз дешевле. Ведь там, где земля, и проведутся какие-то работы, это очень дорого. А там, где земля соприкасается с водой, это еще дороже. Представляете, здесь должна быть плотная платформа на земле, где будут стоять тысячи и десятки тысяч контейнеров, и от их простоя, там, в шесть рядов огромное денежка капает, за которую потом сам же народ и заплатит. А тут, получается, рядом с землей будет вода, и нужно сделать достаточно глубокое место, чтобы с большим водоизмещением подходил корабль. Чтобы это долго еще держалось, эксплуатационные расходы тоже невероятно большие. Но, если сделать порт по способу Юницкого, на шельфе моря, отходя от берега, там, где не надо ничего вырывать, и глубина уже достаточная для любого корабля, приходит корабль, ставит свой груз на наш Юниконд, и он сразу же отправляется по полученному заданию, в нужный город, в нужную страну, наружный распределительный пункт. Насколько быстро. Мы пропускаем огромную часть времени, в которой груз просто стоит, и огромную часть денег за это. Получается, наши грузы будут приходить быстрее, дешевле, безопаснее, и при этом, это не будет вредить экологии. Ну, то есть, одни плюсы, и еще, и раз мы совладельцы, это будет приносить нам прибыль. То есть, суперкомплексный подход к участию, суперкомплексный подход ко всем технологиям, и то, как Юницкий делает свои технологии, прям видно, что они направлены на жизнь человечества. Не каких-то отдельных людей, не каких-то, не знаю, чиновников, либо селебритис, а именно для народа, для всех 8 миллиардов, потому что каждый человек сможет пользоваться и улучшить свою жизнь с помощью каждой его технологии. Стоит только поизучать, и вы увидите, что эти технологии, особенно то, что будет дальше, электричество, эко-дома, эко-поселения, линейные города, это новый уровень, новые возможности. Я понимаю, что развитие будет идти всегда. Нету идеального, наилучшего варианта. Это он наилучший может быть на сегодня, а завтра кто-то придумает что-то еще серьезнее, потому что появилась новая технология, ее можно как-то внедрить. Эта эволюция всегда будет. Но в данный момент, как было сказано, цивилизационная развилка, техногенная революция сейчас от людей зависит, какую сторону мы примем, в какую сторону мы направим свои усилия и получится ли у нас двигаться действительно в сторону благополучия, в сторону того, чтобы мы могли свободно и здорово жить на нашей планете. Все эти возможности есть. Как только вы изучите технологию Юницкого, вы это поймете, вы это почувствуете. Конечно же, тем, кто занимается физикой или инженерией, вам будут очень интересны книги Анатолия Эдуардовича, потому что в большинстве из них есть и формулы, и интересно расписано. То есть, как бы, в маленьком пространстве, вкратце, за минимальное время рассказываются огромные положения и объясняются огромные, так скажем, понимания, как биология вместе с технологией может уживаться и развиваться на нашей планете. это стоит того, потому что, даже если бы это была неправда, это была бы одна из лучших фантастик. Но когда ты понимаешь, что все настолько серьезно и по-настоящему, конечно же, хочется больше изучать, больше знать об этом, больше верить, ну, и, конечно же, больше участвовать. Ведь каждый человек может, так скажем, делать что-то лучшее для этого мира, хотя бы вокруг себя. Но с компанией Sky World Community вы будете делать что-то лучшее для всей планеты, целиком, и не только для людей, а для всего живого. Так уже вскоре мы начнем развивать наши экологические города, эко-поселения, где сможем жить в полной гармонии, в полном изобилии и, главное, чисто, никак не вредя ни себе, ни окружающему миру. Конечно же, очень хочется быстрее увидеть и начать работу по астроинженерным технологиям, по последним проектам Анатолия Эдуардовича. Но я понимаю, что все последовательно просто это самый главный проект этого гениального ученого. Но если даже взять то, что есть сейчас, даже если на планете появится только транспорт, это будет максимально здоровское решение. Потому что минимум ресурсов, минимум места, минимум времени и усилий затрачивается на то, чтобы сделать самую эффективную транспортную отрасль для всего человечества и с пользой и отсутствием вреда вообще для всего живого окружающего, для нашей флоры и фауны. Хотя, если так посмотрите, как Юницкий всегда говорит, так это ж просто, это обычная физика советской школы. Говорит, здесь пучки струн, и они имеют определенные свойства. Совмещены вместе и помещены в корпус рельса со специальным наполнительным, специальным бетоном, который изображили наши инженеры, которые фиксируют струны, так сказать, имеют антикоррозийный эффект и шумопоглощающий. И сверху головка рельса стальная, по которой идет стальное колесо с коэффициентом полезного действия 99%. А дальше перемещение либо груза и пассажира в электромобиле, который идет по этим рельсам, с идеальной аэродинамикой, потому что оказалось, что вся энергия идет на сопротивление и разрушение окружающей среды. Если сделать так, чтобы было минимальное сопротивление и не было разрушения, то скорость, даже при маленькой энергии и усилии, просто великолепно большая. Лучшее, что можно было подчеркнуть из технологий, Анатолий Эдуардович совмещал вместе и сделал эти уникальные технологии целую серию. То есть, он просто создавал то, что нам действительно надо без запланированного устаревания, то есть, без тех коммерческих изгибов, не знаю, которые сейчас, так скажем, въелись в мир денег. в мир материи. Потому что мы сейчас что не купим, у нас оно максимум два года работает, потому что страховка на два года на эту вещь. Здесь же без капитальных ремонт до ста лет. Потому что как и народ бы для народа делали бы так, чтобы больше менять ничего не нужно было. Купил себе часы, и чтобы они служили 20 лет, вот, и либо там холодильник, либо стиральную машину, а не раз в три года ее менять. Глядя на то, как Анатолий Эдуардович создает свои технологии, я понимаю, что это на века абсолютно другой подход, абсолютно другое мышление, когда ты с ним разговариваешь. Он делает фундаментальные вещи, которые никак не связаны с коммерцией. Именно поэтому это народная технология, потому что пытались выкупить 51%, чтобы можно было управлять этим, и сразу закрыть все финансирование. Но вы представляете, транспорт с самыми лучшими характеристиками по самой низкой цене, потому что вот здесь вот по цене будут все остальные традиционные транспортные средства, они бы сделали это самым дорогим. Нам бы проезд стоил дороже всего, потому что было бы быстрее всего, безопаснее всего и разумнее всего. А тут получается, что самый эффективный, безопасный и экономичный транспорт будет самым разумным, самым экономичным. Здорово! И спасибо большое Анатолию Эдуардовичу, что такая возможность у нас есть. И представляете, мы действительно к 14 этапу сделали огромное количество. Более 80% всей технологии уже созданы, сделаны, испытаны, показаны и просертифицированы. Разные виды трасс. И для крупных городов, и для маленьких деревенек. И подвесной, и навесной. И провисающая и жесткая ферменная балка. То есть, супергибкие решения для абсолютно любого уголка земли. Для любой температуры, для любого рельефа. И при этом пассажиропоток как достигающий, как в метро. То есть, Юницкий сделал уникальный вид транспорта. И по факту мы бы смогли, используя его технологии, в ближайшее столетие просто перейти на один вид. На самый полезный. И, можно сказать, еще на самый безвредный. Тоже очень важно. Хотя, это электромобиль. И выглядит он просто, но это не проще, чем самолет. И то, что мы сейчас создаем, станочный парк, который у нас есть на наших трех заводах, это прям вышка, как говорит молодежь, потому что это передовые станки, есть и по полмиллиона долларов, есть и дороже, на которых можно делать чуть ли не космическую продукцию. Но мы делаем надземный транспорт для людей. Что-то здесь земное, понятное, именно для улучшения качества жизни человека и отсутствия вреда для всего живого на нашей планете. И с помощью подобной системы мы действительно станем более здоровые, более счастливые и более свободные. Потому что это полуандроиды, это все транспортные средства, как пчелки, как трудяги, как рой, совместимы. Они связаны между собой. Каждое транспортное средство, каждая анкерная и промежуточная опора, все действует сообща, по алгоритмам. Это наши полуандроиды, то есть, получается, роботы с искусственным интеллектом, выполняющие то, что запрограммировал человек будет работать автоматически с минимальным контролем человека. Потому что на сотни транспортных средств и на несколько сотен километров нужен всего один человек, который за этим следит, чтобы он, если вдруг какая-то непредвиденная ситуация, мог, так скажем, предпринять нужные действия. И по факту один человек, который, если что, может заменить первого. То есть, это идеально. Представляете, как много человека часов, трудных ночей, бессонных, сейчас проводят за рулем фур, автобусов, трамваев и прочих транспортных средств, мы сможем освободить это время людей. Люди станут свободны. Люди освободят свое время для того, чтобы по-новому мыслить, заниматься новыми делами, которые более достойны творческого существа, человека. И я благодарен всем, кто приложил хоть слово, хоть руку, хоть свою мысль к тому, чтобы это получилось. Ведь всюду, куда направлена наша мысль, наше внимание, то и растет, то и размножается. Наши транспортные средства супербезопасны, имеют машинное зрение окружающее, могут анализировать ситуацию, то есть полное разумное передвижение. Ну и, конечно же, даже в самом маленьком внутри около 250 датчиков, 250 датчиков, которые следят за полной безопасностью и комфортом пассажира. То есть максимально разумная технология для человека 21 века, потому что это та технология, которая сможет обеспечить все потребности, того, что нам необходимо в 21 веке. Ну и, конечно, я повторю еще раз, в 2000 раз безопаснее, чем автотранспорт, потому что нет боковых столкновений, не может быть столкновений спереди либо сзади, в любой точке можно будет спуститься на дополнительные системы, так скажем, безопасности. Любое транспортное средство может отбуксировать неисправное, если вдруг даже, неисправное транспортное средство до места ремонта либо замены. То есть все продумано до идеала, потому что на это были десятилетия и огромное количество несознательных, некомпетентных критиков, которые лишь бы поговорить, сказали, это не получится, то не будет, это не будет, это невозможно. Вот мы сейчас смотрим и видим, что возможно. Только кто-то говорил, что невозможно, а кто-то точку только говорил, что возможно. В чем у них отличие? Знание. Потому что эти думали о чем-то, но не знали точно, о чем говорят. Анатолий Эдуардович знал конкретно в цифрах, в буквах, так скажем, аргументированно, как можно создать наилучшие варианты. Взял и сделал это. Поэтому, дамы и господа, у нас в руках огромная возможность стать частью развития этого мира, посмотреть на существующие транспортные отрасли и увидеть, что наша Unisky String Technology это та компания, которая позволит нам выйти на абсолютно новый уровень. И за это можно благодарить только сам народ. Потому что, видимо, мы, как здравомыслящие, единое целое, объединяемся с помощью интернета сейчас и действительно решаем взять ответственность за этот прекрасный мир на себя. не ни какой-то банк или какое-то государство или какое-то объединение чиновников не сможет улучшить жизнь, потому что слишком далеко от народа. Но вот народ сам в своей массе может запускать действительно именно то, что им необходимо. Даже просто навскидку для вашего воображения. Представляете, нас 8 миллиардов человек. И гипотетически у кого-то, у кого очень хорошо дела, он может сделать, так скажем, 2 доллара в общую копилку такого фонда. Я сейчас фантазирую. Ну, так скажем, потому что есть много детей, например, либо у кого совсем нету средств, кто живет где-то на островах и никогда не видел деньги в лицо. Такие сейчас острова еще есть. Но вот представляете, если каждый человек на планете хотя бы 1 доллар раз в год положат в общий котел, мы сможем запустить 15 таких проектов сразу, которые мы сейчас делаем 7 лет. То есть представляете, что могут сделать 8 миллиардов человек. Это 8 миллиардов долларов. За 8 миллиардов долларов можно сделать действительно огромные изменения и делать их каждый год. У меня когда-то была такая идея, я расписал ее как фонд, чтобы когда-то может быть призвать людей не дать денег на войну и на оружие, а собрать те же самые средства на благо, на помощь, на спасение, на какое-то улучшение этого мира. Представляете, даже раз в год можно будет делать планетарного размера какие-то проекты, технологии и подобные вещи. И это возможность человека. Нас 8 миллиардов. Мы можем все, если будем вместе. Если будем владеть информацией, если будем понимать, что к чему. Потому что только в знаниях сила, только имея знания, мы сможем принять действительно взвешенное аргументированное решение. Как сейчас, после просмотра нашей встречи, после нашего общения, вы имеете аргументы, вы имеете то, что вы можете поискать, то, что вы можете поставить под сомнение и разобраться, зайти на unitsky.engineer, на ust.inc или на unitsky.com в наш онлайн-салон продаж, зайти на SkyWorld Community, на YouTube и посмотреть официальные видео Анатолия Эдуардовича. Это все железобетонные аргументы. И вы их собираете. Если здравомыслящий человек собрал аргументы, он по-любому ими воспользуется. Потому что это разумно. Потому что это стоит того. Потому что это улучшает жизнь. Как вашу, так и окружающих людей. Я надеюсь за сегодня у меня получилось вас убедить, что перед вами находится одна из важнейших технологий начала 21 века. Потому что она действительно революционным образом будет влиять на все живое. На жизнь ежедневную каждого человека. И дамы и господа, если вы согласны со мной, есть еще целый пятнадцатый этап для того, чтобы каждому человеку хотя бы один раз показать и рассказать об такой потрясающей технологии, об этом международном проекте, об этом уникальном изобретателе, инженере и конструкторе Анатолии Эдуардовича Единицком. И пускай каждый человек, основываясь на собственных аргументах, принимает собственное решение пройти мимо либо стать частью этого огромного движения в развитии. Вы согласны? Напишите, пожалуйста, в чатах, что у каждого должна быть возможность собственным образом решить, но один раз предоставить и сказать смотри, вот есть аргументы на то, что это здорово и очень полезно. Что ты думаешь? И я уверен, что большинство людей все-таки увидят в данном проекте, в данной технологии огромные возможности. Как связать всю планету вместе? Сейчас мы связаны интернетом, а представляете, у нас будет еще глобальная нет, такая транснет, транспортная сеть. С помощью одного транспорта мы сможем передвигаться, одного вида, очень безопасно сможем передвигаться по всей планете. и она изменит сейчас положение с экологией. Потому что просто уберите пару миллиардов двигателей внутреннего сгорания с планеты и я думаю всем понятно, что этот мир станет на порядок приятнее и чище. А если продолжать движение по всем технологиям Анатолия Эдуардовича, я уверен, что уже в ближайшие столетия мы действительно станем космической цивилизацией. Потому что мы освоим другие способы, как нам ухаживать и развивать нашу планету и, конечно же, само человечество. А я постараюсь доносить всю эту информацию, все эти изменения и возможности до открытых, осознанных, проснувшихся людей. С вами был Артем Курбанов. Я благодарю вас за внимание. Потому что всюду, куда направлено ваше внимание, то и растет. И сейчас оно направлено на Анатолия Эдуардовича Юницкого, его экологические технологии и компанию Skyworm Community. Мы ждем вашего интереса. Развивайтесь, пожалуйста, интересуясь. Потому что вся информация и все возможности предоставлены для любого человека на планете. Стоит только узнать об аргументах. А пока я прощаюсь с вами и до встречи в марте. Заходите на официальный сайт и там у нас есть вебинары на разных языках практически ежедневно, каждую неделю, каждый месяц, целый год о том, как продвигается планетарная народная технология. Будьте здоровы, дышите глубже, почаще обнимайте своих любимых родных. Улыбок. До новых встреч!